В частности, в стадии лейнинга, что позволит им, возможно, отбиться от вот этого напора УДЖИ. Но все-таки УДЖИ здесь, в моем понимании, фаворит. Но хотелось бы, чтобы наши СНГ-команды начинали уже потихоньку. Да, впереди Омега Лига, про которую мы много говорим. Но вот он, пожалуйста, турнир, где нет секрет, где ослаблена Энигма. И, пожалуйста, покажите нам хорошую лидературу. И тем более, в честь сраура нашего сегодняшнего, не хотелось бы расстраиваться, чтобы вообще не осталось команды. Если кто не понял, почему мы сегодня в черном. Нави. Вы кинули нас. И ВП пока. Да, и мы грустим на эту тему. Но на самом деле нет, у меня просто другие рубашки все закончили. Ну, у меня тоже в блоке закончились, пришлось рубашку одеть. Все, как правило, гораздо проще. Какая халява. Ну, собственно, что по драфтам? По драфтам у нас опять такая ситуация, что OG делает вот этот вот свой мега какой-то райт-кликающий пик, когда есть Слардар, есть Фантомка, есть ВРка в данной ситуации. Это все очень круто синергирует. Fly to Moon, в общем-то, их, на мой взгляд, их какой-то стандарт, которым они уже играли и не первый раз. Нам показывают в очередной раз этих персонажей. И, в общем-то, все самое главное произойдет у нас, вот опять же, на стадии лейнинга. Почему? Потому что хорошие линии для OG позволят им хорошо драться в начале. Позволят им наращивать преимущество. Хорошие линии для Fly to Moon позволят им как раз-таки откинуть оппонента из-за их вот этой вот суперагрессии. И уже... Так и есть. Я вообще бы сказал, что в целом, Fico UG, они на драфтере так, чтобы играть в своем стиле, на стенд, на хороший Фантомка, под Слардар, это всегда хорошо работает. Мы уже неоднократно это видели, поэтому здесь, я думаю, ни для кого это не новшество. Вот вопрос по линиям. Это интересно, возможно, даже если тревогу их, ну, вау, будет. Ну, как у нас сейчас трипла? То есть приходят три героя. Да, в начале. Они делают какой-то фраг или буст, да, и после этого один герой смещается. Нам сообщают, что Витюн вылетел из игры. Я надеюсь, что... Не как вчера? Не как вчера, не как в первый день, когда у нас... Напомню, что у нас в Fly to Moon играли с заменой в первый день, и Fly заменял Леброн, но, в принципе, это вроде как и не повлияло особо. Потом вернулся Fly. Второй день у нас с викингами проблемы. Вот сегодня третий день. Сегодня же третий день? Да, но это четвертый и последний. Четыре дня всего идет турнир, прям супермало. У нас в Америке, по-моему, пять дней турнира шел, потому что там гранд-финал был вынесен отдельным матчем. Ну вот, Топсон на инвокере. Насколько я понимаю, это будет какой-то такой билд больше такого развлекающего инвокера, бафающего инвокера. И он будет бафать прежде всего Мидвана, или дебафать цель, на которой идет нападение. Вот он ведь у нас с Ларки. Ну да, вот в Flight of the Moon видно, что у них более такая вот именно какая-то что ли универсальная, продуманная комбинация. Есть под мидгейм сильные статовые персонажи, мобильный шторм, есть дум, который можно повесить на кого-то. 30 секунд до начала сражения. Есть сларк, который, в общем-то, тоже разгоняется очень хорошо в драке. Но у G вот эта вот их своя фишка. Это все очень мобильное, прыгучее. Виндрейнджер, инвокер. Активная, активная в первую очередь, да. И это позволит нам, безусловно, играть здесь первым номером. Так и должно быть, по идее. Тем временем, у G пробежались четвером. Я так понимаю, хотели сделать какую-то первую кровь. Это разведка. Да, поставили ворды, плюс неплохие, такие глубокие, достаточно, влез команды FN. Ну и по баунти-ронам должно быть все поровно. Две слива. Они сейчас как раз-таки должны увидеть, где находятся герои. Именно для этого проходили, чтобы убедиться, что Сларк снизу, значит, мы сюда ставим веселедку в эрку. Хотя, в принципе, в итоге это все дефолтно поставили. Но, может быть, рассчитывали на то, что СТМ их как-то могут удивить. И, скажем так, избежали этого момента. Да, как и говорилось, Алоха здесь будет отыгрывать на Думе. Крепочка уже подъел, мы видим. Здесь его уже начинает избивать Нутейл. Но регена много. Опять же, мы знаем, что Дум теперь не безарморный персонаж, поэтому на нем играть поприятнее стало. Ну, чуть попроще. Так, ну и на Генерал здесь уже. Такая небольшая подушка идет, прыгает сразу же Мидван в атаку. Ну, правильно, нужно подушить у этого Бэтрайдера здесь. Опять же, если смотреть все последние игры, большинство игр именно команды ФТМ строились вокруг Генерала, то есть он был такой машиной, за которой все шут вперед. Поэтому подушить его вначале всегда приятно. Да, если у Нигмы это Виха на миде, то здесь как раз-таки зачастую Генерал на миде. Он как-то приятно, чтобы из Айсберга весь реген выбил. Ну, Айсбергу, конечно, выехал Курьер, но мало у него ответов. Так, Генерал очень битый, и он сейчас может умереть. Тычка еще одна летит от Нутейла. Да, Генерал погибает, и Нутейл зарабатывает еще и награду, и первую кровь. Ну, здесь, конечно, ФБ не очень хорошо, что для Нутейла. Отдали бы Мидвану, но здесь уже не приходилось убирать. Здесь нужно было добивать. В итоге ФБ у нас сверху. А все потому, что Алоха играет на вот этом жадном думе, и он где-то там ходит, и не может помочь толком пока что своему оффлейнеру. Да, Генералу здесь будет тяжело быть вот настолько мощным бедрайдером, как мы видели, потому что он стоит не в миде, а стоит как раз-таки на сложной линии, причем реально сложной линии для него. Здесь Слардар против Сларка. Ну, вот один из немногих героев, который, несмотря на то, что он милишник, и не хочет дочковаться вроде как со Сларком, но за счет своей брони, за счет того, что есть баш, стан, в принципе, неплохо на линии. И самое главное, по игре может Сларк остановить. И самое приятное на Слардаре, это то, что у тебя стопроцентная вероятность баши, ты можешь его контролировать и вовремя останавливать его Сларк, харасть его как-то. Огромный плюс. Вот я задавался вопросом, что, возможно, как-то в дальнейшем может быть вернут обратно, потому что ЦК, например, вернули же обратно шанс крита. Ну, у него там вообще, у него был заряжаемый, то есть можно было каждый удар карьер давать. Минвокер очень неплохо начинает на центральной линии, ну, Шторм камбэкнет, безусловно. Нутейл очень битый здесь, но пока живет на развороте, а Лоха убегает на земле здесь, но тоже выживает. Нутейл стики прожжал, ну, опасно, опасно играет Нутейл, подбайчивает даже немножко на себя, возможно, он, наверное, сгорит сейчас от бочки, да. Ну, он слишком нагло сыграл Нутейл, с другой стороны, у него не было маны ХП, и он бы мог стоять здесь и дальше, и быть бесполезным, а так он сейчас умер и вернется. Вернется обратно, и опять же, Мидван не стал прыгать, потому что пачка крипов подошла под вышку, это, конечно, профитнее, это зафармить сейчас, поэтому нормально. 1-1. Очень хороший крипстат у Мидвана, очень хороший крипстат у Себа, боковые линии пока что идут невероятно круто, при том, что и Мид здорово стоит Топсон. Вот сегодня мы увидели, как ФТМ в первой игре Нави передушили на линиях, вот здесь похожая ситуация, только уже УДжи передушивает. Самое страшное, это то, что генерал всего лишь 6 крипов имеет на данный момент, и у него дела прям вот совсем отвратительно обстоят. И мы видим, что в лес уже нацеливается так же Айсберг потихоньку, там постакал себе лес. Они не могут вдвоем идти в лес. Ну, конечно. Поэтому здесь действительно очень неприятно, не говоря уже о том, что если эти герои идут в лес, то это полнейший фрифарм для инвокера, полнейший фрифарм для фантомки. При этом и снизу Сларку никто не даст нормально фармить. Постоянно здесь Сакса и Сэп находятся на острие. Да, у Драйдера очень мало, учитывая, что он сделал фраг, это немножко поправит ситуацию. Ну, это вот следствие. Это следствие того, что есть Дум, который, наверное, сейчас самая богатая четверка, самый богатый суппорт, но приходится за это платить. И Алоха пока ходит, бродит здесь. Заберет хотя бы рунку, да. Более не отдавать инвокеру. Ну, инвокеру тоже не сильно нужна. Да-да, он просто так, для галочки, так скажем, там стоял. Продолжает подушевать генерал, да-да. Скорее, здесь немножко у Шторма забрали. И Шторм вообще уходит на базу сейчас. Ой, как неприятно. Тратит ТП, кучу времени, пропускает крипов. Алоха попробует реализовать инвиз. Ну, не знаю, нападение на генерала. Сразу же инвизор пошел. Блочка залетает, но генерал уже умер. Это точно. Нотейл или заберет Алоха. Вот в чем вопрос. Кики прожимает Нотейл. Деревца скушал. Алоха под вышку. И Нотейл это он забрал. Но проблема в том, что он и сам сейчас, скорее всего, Курьер Сил Света был. Ну, вообще, вообще получилось, что он мог, конечно, забрать Алоха, но это было ненадежно. Решил забрать Курьера больше получить для команды, скажем так. Да, я так понимаю, Блинка там не было или был в КД, поэтому смысла не было бежать за Алохой. В итоге инвиз, который мог реализовать Алоха, приводит к чему? Потому что погибает Бэтрайдер, Фантомка еще сильнее разгоняется. Сейчас абсолютно не контролят баунтеру. Он сейчас открыт. Он опять может умереть. Да, да. Слушай, банк поставить... Ой, ну тяжело здесь банк, как-то за Ивейди, учитывая, что у Мидвана есть прыжок. Бэтрайдер погибает, ТП у него нет. Вот они, коэффициенты от пари-матч, 1.3 на 3.3 в пользу команды OG. И хорошо здесь хотя бы кто-то законтролил баунтеруны. Но, кстати, команда OG это команда, которая зачастую игнорирует баунтеруны. Они как бы выбирают какие-то другие, более важные задачи. Так, вот сейчас разменяться. Хотя бы попробовать забрать Себа. Хорошо, Сларк забирает Себа, получает за него стак, получает за него золото. Но пока Сларк это единственное светлое тикло, наверное, для команды FTM. Наверху снова поставляется Алоха, и Алоха здесь не отпускает. Но, с другой стороны, мы видим, что Мидван в разы больше имеет, конечно, на линии. За счет фарма, за счет прага. И он сейчас в 800 обез. А дальше будет только сложнее. Дальше появится коробик Хейс, урон еще больше будет залетать. Знаешь, разрыв мог бы быть и больше. Конечно. Но пугает то, что у Иен Вокера много, у Слардара много, у Штарма сильно меньше, а у Бутрайдера вообще аховая ситуация. То есть, фактически, Дум уже стал тройкой. Вот эта вот сверхжадность. Ну и хорошо, что хотя бы Фантомка не набирает какие-то дополнительные перманенты. Ну, еще и этого не хватало, чтобы Фантомка еще и статы набирала. Так, Дум наверху. Потом, остатя, уже 6-го левела. Вряд ли ее заберут. Но вот Нутейла... Она сама может забрать. Нутейла можно подцепить здесь. Да, Критуль еще проходит неплохо. Стики прожимаются. Алоха теперь в опасности. На развороте за ним погоня. Стики также Алоха прожал. Запитает очередной даггер. Еще один удар нужен. И в итоге Алоха отправляется в таверну. Генерал даже немножко подтолкнул. По-моему, Алоха. Так, Топсон и сейчас Айсберг может попробовать забрать. И Топсон, последняя тычка. Нет, Мидван тем временем оформляет еще один килл. Топсон успел на регенции. Еще один удар. Как же он пожилает. Боже мой. Буквально на один удар. Там забрали еще и генерала в очередной раз. Да, даблкил делает Фантомка. И вот теперь у нее остается сильно больше. Потому что фраги сейчас решают. Снизу при этом не смогли забрать Саксо. Хотя потратили ресурсы. Ну, такие какие-то странные вещи происходят. Но Алоха же видел, что там стики. Видел все. Видит, что у Фантомки 20 стиков. То есть она может прыгнуть и вообще впитать весь урон. И в итоге он идет до конца. Он идет до тех пор, пока не убивают его. Потом еще Бутрайдер смотрит на все это дело. Банша не смог откинуть Бутрайдер опять. Уже которая смерть подряд. Генерал, мы его прям сглазили, можно сказать. И Алоха сюда приходит и Алоха сюда приходит. И Алоха с этим Нотейлом, да. Что он сдался вам этот Нотейл? Вы бежите за ним, отдаете гораздо больше. Даже если ты с ним разменяешься, он пятерка здесь. И в итоге все равно богаче. Вспоминаем вчерашний игровой день, где было сказано, что Фантомка обычно всех убивает, но чуть позже. Но в данном пике, если Слордар кинет в минус армор, если ей немножечко помогут, Венга, кстати говоря, умирает снизу. Да, вот нам показывают слишком большое количество. Смотрите, самое большое количество. И неудивительно. Если, короче говоря, Фантомка получит хоть какой-то амплифай, там, не знаю, Аллакрити, медальку кинут на цель, или Коррозив Хейс, что самое жесткое, то уже будет слишком тяжело. Останай, Битис. Такими темпами и Дезолятор достаточно быстро поедет. Идет просто уже и без Слордара щелкать. Так, но Слордар тем временем нормально себя чувствует, что и левел получил. Самое главное, ДД у Топсона. У него есть был лайкинг, он убегает. Топсон просто не дает Айсбергу выровнять ситуацию, скажем так. Но Флайз здесь что? Флайз здесь все, Коррозив Хейс работает, он немного урона не дает. Айсберг, по идее, в такой ситуации должен приходить и пытаться как-то на линиях ситуацию исправить. Но он свою линию не то чтобы залил, но чуть-чуть проиграл. При этом его еще Топсон душит в лесах. Топсон располняет вот такую роль спейсера. Четвертый Битрайдер против восьмого Энвокера. Топсон сейчас мог бы убить, там вышка сагрилась, поэтому надо отойти. Тем временем погибает снова Алоха, забирает фраг на Тейл. Топсон не стал рисковать, потому что он мог бы убить Битрайдера, но остался бы на ООХП. Шторм какой-нибудь влетел бы, да. Сделал бы фраг, размин был бы невыгодным явно. Но в любом случае мы привыкли видеть, что, как правило, квас векс Энвокера не выигрывают вот так вот хорошо линию, они там, как правило, вторым номером идут. Но, например, вот. Но здесь обратная ситуация для Айсберга. Айсберг уже в лесах, продолжает фармить. Да, ситуация тревожная с этой Фантомкой, но пока ничего сверх критического не произошло. 4000 преимущества, тем не менее. Вопрос только в том, как поднять Битрайдера с колен. Может быть, сделать его уже четверкой и Думи переквалификает? Как вариант, я не знаю, но с другой стороны левел, как минимум, нужно. Как можно быстрее получить хотя бы лосо, чтобы возможность нибудь драться. Потому что, ну, Битрайдер, который без ультимейта на 10-й минуте, троечка, это вообще... С ловелами беда. Ни в какие ворота. Так, Саксы здесь на Алоху привязали. Хорошо. Алоху, правда, под землей довольно быстро бегает, залетает ЕМП Торнадо. Алох сейчас умер. Да, ЕМП, Инфернал Класс подает. Генерал умер, здесь залетает. Попытка забрать Тобсона, но Тобсона довольно жирный, и баунтируем у Саксы за контрол. У Айсберга нет маны, танцуешь вокруг него Саксы. Сюда идет Тейл идет. Да, сюда идет Мидван, нужно бежать, бежать. Альвергу срочно успевает уйти. Подружку, наверное, давить не будут. Хотя они, словно, кастовали. Нет, врываются на флая. Полную фигню делает Мидван. Да, я тоже не понимаю, зачем. Пока барабана мы видим, что у него уже есть. Ну, я могу ответить, зачем? Потому что это OG. Потому что это OG. И вот самое страшное произошло. Fly to Moon к 10-й минуте умудрились подыграть 4000. Будь это, может быть, ВПП со своими Мидасно-альтовыми стратегиями, было бы не так страшно. Но это OG, которые прямо сейчас идут. Эти 4000 будут максимально болеть на аффектах. Ну вот, уже нападает на флая. Портажевание, сильняясь. Алохо здесь подставился еще под привязку. Сталин на него накидывает. Сахфина купил, айсберт неплохо. Хотя бы такой размен. Хорошо. Лассо залетает под Мидвану. Мидван не успевает уйти. Забрали его. Ну вот, наказывают, наказывают. РТМ еще и Нутейла заберут. Да, вот это они молодцы, действительно. Потому что есть у OG такая черта, что если их не остановить... Нет тормозов OG. Вот такая черта у них есть основная, наверное. Если уж они начали атаку, они никогда не отступают. Да, это правда. И как раз таки в этот момент нужно их наказывать. Потому что многие команды теряются, и им прилетает еще больнее. Но поэтому уж как раз таки не из таких. Ситуация все еще не очень хорошая у них, но хотя бы они убили эту Фантомку. Фантомку забрали. Опять же, не забываем, что у Сларки есть. Мы сегодня уже видели на примере Нигмы, если вы давите за вышки и кормите Сларка, потом вы от него страдаете. А здесь у Сларка пока все хорошо. Мы видим, что скоро догонит и Фантомку по Паршну. Нежные башни сил света атакуют. Правда, внизу опять проблема генерала здесь. Ну это здесь... Нет, нет, он не в порядке. Медико, и в порядке. И в этом потом. Тобство не понимает. Тобство, в общем-то, здесь является каким-то таким героем не совсем понятным. Метеор Хаммером от Энн Уокера. Бегать, седать, кастовать. Силы сны укрепили свои сооружения. Баффер, дизейблер. Действительно, как ты говорил, мастер по развлечениям, наверное. Какое-то вот мастер по развлечениям, это лучшее описание, наверное, задачи Энн Уокера на эту игру. Хотя здесь таких мастеров хватает. Но две тысячи остается, две-три тысячи. Сверху при этом успели подпушить вышку, и снизу ОУДЖИ. Неркнули башни сил, темно атакуют. Барр пока неплохо идет. Смотри, 5-4, что уже вышку забрал, ведь он наверху, и Фантомочки совсем немного. Проблема в том, что Фантомка скоро станет гораздо сильнее, потому что пока мы не видели полноценной драки с изоляпром, мы с пятером шли в атаку, и от СОУДЖИ. Нижняя башня СИС, это разрушка. Ну вот, мы видим, что до изолятора раздавал. Верхнюю башню сил, темно атакуют. Первый митрилхаммер уже летит в Бурьере, судим. Нет, пока нет. Да вроде нет. 6-300, но все равно, конечно, денег у нее очень много. Самое страшное действительно будет, если ей позволят реализовать этот дизоль быстрый. Барабаны на Слордаре, барабаны на Фантомке. Ну, опять же, классика жанра. Если вспомнить, что тут уже начинали, когда у них еще зеленый логотип был, Флай и Крит в составе, они любили очень все обмазываться барабанами, бежать вперед. Так, Нутейл здесь немножко загулял. Накидывал на себя, Нексуэлл, и временем забрали Флая. ДД у Айсберга. Неудачно толкул генерал на самом деле Нутейла. А тут продолжаться, сейчас будет драка, и... Ой, Айсберг, Айсберг очень битый, но до конца за Нутейлом, но ему нужно бы отойти наверху. В итоге Медвана поймали самого на лассо, нужно этого избивать, нужно забрать Фантомку срочно. Да, Фантомка погибает, и хороший выгодный размин получился, да, там пубы потеряли где-то Вингу, но сделали два фрага очень. Вингу можно, в принципе, и не считать в такой ситуации. Да, как-то не захотели свою пятерку отдавать, но классические OG мы не отдаем даже пятерку, но кто за нее пошел вписываться? Фантомка, которой нужна помощь, и инвокер, который пока еще не особо полезен, скажем так. Да, он выжег часть маны в Шторму, но это... Вообще на Фантомке до Дезолятора и до 12-го левела не особо хочешь шить и драться, как-то по мне. Скажи, это OG. Обычно как это происходит. Да, можно как-то, знаешь, в рамках линии подраться? Ой, не успел! Заснул немного Богдан, вот чуть-чуть не успел. Так, еще и Алоху подцепили, колл снэп залетает, Ингсвелл к краешкам подцепили, и Алоха тоже никуда не уйдет, свитки прожал, погибает. Вот это Сэп вообще с вражеской базы выползает. Нет, ну, конечно, безумно тяжело играть против этих ребят. Ты только что вроде их осадил, вроде бы все, но тут же в смаках на тебя вылетает куча игроков. Сэп вообще выползает с твоей базы собственной. Как это вообще можно объяснить, как против этого играть, непонятно. Фармят за твоими вышками. Но вышку отдавят пока что в меде, в любом случае ФТМ. Генерал, без ластов пока что Сэп вошел вперед. Как-то Депрэйз накинул. На будущее. Да, чтобы видеть. Генерал сейчас подставит. Также Сларк... Ой-ой, ведь он... О, ведь он вынужден ультимейт нажимать очень плохо, но хорошо, хоть смог уйти отсюда. Генерал получает портик, просто начинают фармить стаки. У Сларка нет ультимейта, об этом знают, но не знаю. Ой-ой-ой, Дум не успел. Дум закинуть свою Алоха. Привязка сразу же от Грима туда же. Адвит побежал вперед, как все-таки подраться. Он же там погибнет, Флай тоже погибнет. Убезли. Убезли, Битвана. Убезли, Битвана. Убезли, Битвана, друг, не плохо. Хорошо, хороший уже размен. Загорает также Сэп везде. Все очень хороший размен. Но Тейла могут подцепить. Но Тейл битый тоже в таверну. Ну и очередная драка провалена командой ОДЖ. И выигрыша Сларк. И опять за погоня за таксой. Таксой шефа, что это даёт, конечно, привязку, но его здесь не должны отпускать. Третий стакк. Хорошая драка для Флайту Мун, несмотря на то, что Сларк был без ультимейта. Я бы сказал, что всё-таки фокус Дума был не самой лучшей идеей, потому что даже несмотря на то, что Дум дал свой ультимейт в Фантомку, Фантомку зацепили ещё там в Лассо. Ну, то есть Фантомка умерла фактически за Лассо, не за Дум. Да, так и есть. Так, Метеорхаммер, Тобсона. Это неплохо по Генералу залетает. Ещё и МПС сюда возвращается Мидван, но это ошибка, конечно, Райдера. Я думаю, он не ожидал увидеть Метеорхаммер, что его просто Тобсон чуть-чуть соло заберёт. Но опять же, у Джини сбавляют обороты, вот они только что ошиблись, но вот они опять здесь, и опять идёт цепь. Они не хотят позволить зафармить эти стаки. Не так много мана остаётся здесь у Айсберга, но он переключает ПТ-шку. И вот они, обновлённый коэффициент от париматч. Ну, всё ещё колоссально высокий коэффициент на Флайту Мун. Ну, я просто немножко уже боюсь за команду. У Джи как бы не повторился сценарий первой карты команды Нипмана. Там Фларк уже 8-2. Он же фармит. У него там, я так понимаю, дальше в Сильвер, да? В Сильвер идеально заходит здесь и против Сладдара, и против конец Тобсон. Ну, на Рошаде там уже лучше нам не показывают, но ДД наш Лоба, а Ландач Рошаде появился. Зармотка. Какая халява. Метеорхаммер ещё один появляется в Сакс. Славь, что такое сейчас. Как бы заливка не случилась с этими двумя Метеорхаммерами, с Аегисом, с ДД, с Дезолятором, да даже без ДД. Ну, нужно теперь как-то аккуратно играть в любом случае. Сларк фантомку нашёл. Или Сларк, конечно. Где-то Сларк, как-то непонятно, кого нашли. В итоге, да, фантомка пробит на Метеорхаммер. Ну, ведь он и есть. В Метеорхаммер. Метеорхаммер, тем временем, Флая поцепили. Флай погиб. Да, начинают вот так вот растягивать и чувствуют своё преимущество сейчас. Ну, а теперь нужно по макро как-то играть с ребятами из ФТМ. В любом случае, драться на Аегис не нужно ломиться. Никак не замансить Алохи здесь. Вообще никак. Уже три героя за ним едут. Там попытка подцепить фантомку и Гримстролка параллельно с этим. Залетает Фэтрайдер. Здесь уже минус Дум. Гримстролку удалось забрать. Да, это хороший праг, потому что... Верхнюю башню сантимина аркует. Но это пятёрка на четвёрку. В чём на богатую четвёрку. Не, всё равно пока держится молодцом. Пока всё хорошо. Даже если сейчас заберу ФТ2 условно в миде. Пока там действует Аегис не страшно. Главное, что Сларк продолжает фармить. Лассо ждём. Так, генерала пока откатят. Генерала, я так понимаю, пока что нет там ни БК, да ничего, чтобы ворваться. Я думаю, что Лассо не скоро откатит. Он только что убивал Гримстролка и, скорее всего, через нём. Да, собственно, здесь пошёл. У него камер, айсбердер поставит флай. Да, вот отстали, забывали. Алоха бежит вперёд. Его Слэ пока что не пускает. Алоха здесь один остался. Алоха! Брёв, наверное, Алоха. Костанул в инвокер. Думный инвокер с тремя синими шарами бежит. И, по-моему, только нарегенивается. Пантомка бежит вперёд. Фидер срабатывает. Хорошо, Пантомка можно забрать. Нет. Или нет. Ну, минус Аегис. Ну, факт, как отсюда уйти. Потому что он подпривязывает. Не может двигаться. Вообще, там ещё Бэтрайдера зафиксировали. Шикарный пауэршот. Ой, этот Аегис. Такое ощущение, что забыли, что у Мидвана есть Аегис. Грызть-то в него Слар. Хотя не нужно было этого делать. Уже были в личности. Две уже потратили дум в никуда. Ну, вот так вот. Венга рессается. Как раз-таки её иллюзия там ещё. За этой драке. Два Метеор Хаммера. Это значит, что очень быстро будут кушать ТВРА, помимо всего прочего. Но вышка падает в любом случае в миде. Пока что прожали глип. Но подходит очередная пачка крипов. Плюс однорум мы видим. За счёт лопаты. Так, ну что ж. Вышка упала. 16 секунд ещё не будет. Ужи тропичные. Можно пока отойти. Там попармить что-то ещё. Например, снизу можно запушить. А вот, например, Айсберг бегает. Рисуют они сейчас что-то на аванпост. Видимо, хотят, да, как раз в 21 минуту. И в идеале остаться здесь. Как раз начать давить нижнюю линию. При этом их аванпост защищён. Так как они потеряли только один тавер. СиКССМ вверх попался. Большой. Сейчас его могут найти. Его окружают. Саксо пошёл на разведку. Какой тут затаился. Есть Саленсы, если что? Ставит ремнант. Он, если что, увидит чуть раньше и уйдёт отсюда. Поэтому в целом он контролирует ситуацию. В общем, сверхвысокий темп от OG. Несмотря на то, что Flight to Moon вроде бы готовы к этому, всё равно OG где-то их переигрывает, где-то слишком быстро давит. Снизу он улетает уже. Ну и вот 20-я минута. X-Q получает только команда OG. Укрепляет своё преимущество. 5 тысяч за ними. А если нет, то можно сейчас забрать как раз снизу Тир-2. Переместиться на запущенный топ и забрать там 2 вышки. Пятёр камерами с этими. Как приятно. Драгонскейл ещё и Дезолятор. То есть всё бьёт по вышке. Да. Тауэр снизу потеряют точный темп. Не успеет вытянутый размен. Смог прожали OG. Ну и пошли на поиски. Уже вот ещё не допушили вышку. Увидят, что соперник на деффит уже идут в следующую атаку. И Фантонка уже летит на мид. Насколько же всё быстро происходит. Айзберг немножко сзади стоит. Тобсон бежит перед полилок. Ох, сразу же. Какое торнадо по четверым. Это удача. Митюр Хаммер. Все прыгает вперёд. Смог. Айзберг. Айзберг и смошли. Хорошо. Он погибает Аллоха. Витюм в ультимейте. Но там инкстрилл проком, поэтому Витюм не может драться. Витюм залетает в итоге к Тобсона. Ну, просто плевать. Да, вот это тайминг сейчас ловили невероятной OG. Генерал потратил ласто, но никого не забрал. Нужно бежать. Но его, наверное, тоже не отпустят. Это самый красивый момент, наверное, за последние пару месяцев, что я видел. По-моему, даже в пятерых торнадо он засадил. Разревирил смог. Всю команду поднял. Кого-то ещё Митюр Хаммером заставили. Но это просто бешеный. Это вот тот самый инвокер Тобсона из паблика, который Рампагу сделал. Как раз-таки перед турниром. Нет, ну это просто жесть. Это мус реально на игру. Они сейчас просто насчёт этого заканчиваются. Да, они как минимум сломают мид. Там Витюна уже приморозили. Не даёт ему варвата. Он срезается в небо. Портал торнадо очередной. Витюн срогивает в драки. Бараки продолжает падать. Даггеры летят от Миквана. И полетел Айтберг. Успевает вернуть собратно. За того, что он не пугалит. Митва под Энцвелла, под Алакрити. Его останавливают. Сула здесь. Алоха пошёл вперёд. Метеорхаммер залетает. Алоха погибает. У них байбэк, он его потратил. Погибнет сейчас Витюн. А у Витюна-то нет байбэка. Да. Алоха выкупился. Но как у G действует? Насколько быстро они разворачиваются и принимают решение. Как будто за всех пятерых героев играет один человек. Как единое целое. Ну просто фантастическая исполнительность. Я надеюсь, что эта игра закончится быстрее, чем за две минуты. Я успею передать слово аналитикам и пойти посмотреть в повторе этот Орнадо. Ну или аналитики его... Мы можем в реплее посмотреть. Я забыл, что я комментирую. Слушай, реально по пятерым. По пятерым. По пятерым. Да, всех задел вообще. Но это просто жесть. Это... Мне кажется, все просто стоялись открытыми ртами смотрели. Он ещё и Doom получил себя. Хотя он уже всё вскастовал. Да там уже было... Неважно. На такой неожиданности сыграли сейчас OG. Я думаю, что FTM просто не ожидали, что на них уже идут в смоках. Да. Что вот они разобьют смог, и через секунду уже вся команда OG будет у тебя вот под носом. Да. Ну это... А почему они не ожидали? Опять же, проследите за ходом действий. В то время, как Мидван пушит нижнюю вышку, команда уже в смоках на миде. И Мидван уже, допушивая вышку, делает ДП на мид. То есть это, казалось бы, ну что, сэкономили тут пару секунд, тут 5 секунд. Но это очень много. Это как раз таки и создаёт эффект вот этой супернеожиданности, когда ты только разбил смок, и уже вся команда... Ну да, это вот самый тайминг. Это нужно убить и вот точно выйти прямо на всю команду. Ну, безусловно, какая-то и доля везения была, то, что вот так вот они там встретились. Но, опять же, везёт тем, кто всё быстро и правильно делает, сильнейшим успеет. Остаётся последние вышки наверху, которые, я думаю, G как раз таки планирует забрать. Для начала им нужно дождаться, когда уже здесь появится второй Рошан на этой карте. А, к слову, 24-я минута, а он уже скоро поднялся. Силы тьмы используют камеру. Да, генерал всё ещё без БК, мы видим. Чуть-чуть ему осталось до этого факта. Даже с Блинком не легче будет играть, конечно. Ну, вот теперь... Ну ладно, теперь рампагу мы ещё не ждём, потому что всего лишь двоечку и взор. Вот. О, появляется огонь. Так, плачай, шиша, червая. Пошёл. Мидворд забирает, так? Надо иллюзий, конечно, позабрать в идеале. Фантомка, ножки, юнетворс, на два, то и на три. Учитывая, насколько всё рождение в команде именно по бафам. Ну и два Метеорхаммера, которые и в драке много делают, и как же они помогают? Я лоху здесь поймал, Тобсон пошёл, Метеорхаммер, Закс уже бежит вперёд. Верхняя башня Сил Света разрушена. Да, я так понимаю, что Ветра длятся сейчас настолько долго, что он рановато нажал. Начало рано, да. И поэтому отменил сам, понимая, что в Метеорхаммер упадёт слишком рано. Блиндаггер приобретает вместо. Теперь ещё проще будет подать ЛГ. Так, ну и пошёл таймер. Дополнительно на Рошана. Нужно, нужно дофармить блиндаггер генералу. Обязательно. По моменту. Да, блиндаггер есть, всё. Окей, смог, бьём. Сейчас, наверное, лучшее время, чтобы попытаться хоть что-то сделать. Вот Сакс, например, идёт вперёд. Мидван, правда, рядом. Мидван один. Кстати, Мидван увозит пока что. Может быть, по-быстрому забрать. По Сильверу. Обычки, Мидвы, нет. Прекладный стрел, препятствия по двойным даёмся. Но Мидван выживает. Ему выталкивают подальше. Катаклизм. Отлично. Залетает просто от Собсона. И просыпнуюсь игроки команды FTR. Какая жесть. Какая жесть. Покупается Айсберг. Ведь он без ресурсов пытается сейчас уйти. Да, спрыгивает, уходит. В итоге пока что 2 в 3 размен. Айсберг после байбэка. Ну, заберут еще ВС. Топсон. Вообще, это неплохо сейчас. Если сейчас заберут еще Вингу, то это вообще не страшно. Он опять кастует Метеорит. В итоге раньше времени, по-моему, достануло его. Почти добивает Сларка. Добивает Сларка за счёт того, что здесь оказывается Сеп. Флай пытался помочь, но не смог. В итоге забирают еще и Вингу, и Топсон. У Топсона там второй или третий экзор, всего-навсего. И он умудрился дать такой катаклизм, что он попал по всем несколькими зарядами. И в итоге сделал 2 фрага. Я хотел сказать, что сейчас они Топсона заберут. Но Топсон сам сказал, что я сам всех заберу здесь. Всю команду. Ну да, и на этом игра заканчивается. Дальше не забирайся. Впервые я увидел вот этого инвокера с Метеорхаммером. Пар лет назад, перед 2018-м интом. И тогда над Топсоном... Ну, Топсона еще так не воспринимали всерьез. Но на ИТ уже его начали воспринимать. Субтитры сделал DimaTorzok